Белое море. Еще на заре становления российского государства, края Белого моря обживались выходцами из новгородского княжества, которых позже стали называть поморы. Среди морей Северного Ледовитого океана омывающих Россию, Белое море самое маленькое. Его площадь всего 90 тысяч квадратных километров. Все стороны воды охвачены сушей, что позволяет отнести его к внутренним морям. Белое море целиком является внутренними водами России. Границей между Белым и Баренцевым морями считается линия, проведенная от мыса Святой Нос, до мыса Канин Нос. Белое море единственное из морей Северного Ледовитого океана, расположенное южнее Полярного круга. Среди поморов, а затем и среди географов, северную часть Белого моря называют Воронкой, а узкую часть южнее ее горлом. С давних пор горло Белого моря приобрело среди мореплавателей славу кладбища кораблей. Кстати, Белое и Балтийское море соединены с помощью Беломорканала. Канал был построен в рекордные сроки в основном заключенными ГУЛАГа и стал важной водной артерией для судоходства, коей является и сегодня. Еще в 15 веке на Соловецких островах появились поселения монахов, которые позже были преобразованы в монастырь. После раскола Русской Православной Церкви Соловецкий монастырь стал пристанищем староверов, которые взбунтовались против новых устоев. Они в течение семи лет выдерживали осаду царского войска, но все-таки бунт был жестоко подавлен. Монастырь был разгромлен и тысячи монахов и поддерживающих их поморов были замучены и убиты. Но спустя годы монастырь снова был восстановлен. После революции в 1920 году Соловецкий монастырь закрыли, а на Соловках был создан совхоз и лагерь для заключенных, куда очень часто по злой иронии ссылали репрессированных попов. До того, как Россия получила выход к Балтийскому морю, Белое море имело большое значение для торговой навигации. Основные реки, впадающие в Северное море, это Северная Двина, Онега и Мизень. Фауна Белого моря разнообразна. На зимовку из Баренцева моря приплывает гренландский тюлень. Тюлени беломорской популяции в конце ноября-начале декабря появляются в воронке и горле Белого моря, где они будут выводить свое потомство. В основном беломорская популяция тюленей вынашивает и растит детенышей в горле Белого моря на Больших льдинах. Новорожденного тюлененка называют белек. Он весит около 8 килограмм и имеет густую белую шерсть, которая служит отличной наживой для браконьеров. С 2009 года в России был введен полный запрет на добычу белька. Линька бельков заканчивается в конце апреля. Ближе к лету, на льдинах и вплавь они перемещаются на северные территории за пределы Белого моря. Также из млекопитающих здесь обитают моржи, нерпа, зубатый кит белуха и другие. В Белом море широко ведется вылов, трески, комбалы, сельди, семги, морского окуня. Самым большим прибрежным портовым городом является Архангельск. Несмотря на свою относительно небольшую величину, Белое море играет огромную роль для России. Помимо рыбопромыслового и водотранспортной сфер, оно является крупнейшим регионом кораблестроения, в том числе и атомного подводного флота. В составе Северного флота России имеется 46 надводных кораблей и 43 подводные лодки. Они обеспечивают безопасность границ России северных рубежей и не только. Относительно пресные воды Белого моря на севере смешиваются с более солеными водами Баренцево море. Оно в 16 раз больше белого. Давайте его разберем. Баренцево море является окраинным морем Северного Ледовитого океана. Его площадь составляет 1 миллион 424 тысячи квадратных километров, а максимальная глубина — 600 метров. Баренцево море расположено на континентальном шельфе. Юго-западная часть моря зимой не замерзает из-за влияния североатлантического течения. По южной и восточной периферии движутся на восток и север, атлантические воды теплого Нордкапского течения. Они являются ветвью теплого атлантического течения Гольфстрим, влияние которого прослеживается до северных берегов Новой Земли. С северо-востока движутся холодные воды Арктического бассейна и образуют круговорот против часовой стрелки с теплыми водами. В Баренцево море из-за особенностей берегового рельефа не впадает ни одной крупной реки. Самая значимая из них — это Печора. Кстати, здесь расположено еще одно море России, которое отмечается не на всех картах, хотя впервые данное море было отмечено на карте еще в 1569 году. Это Печорское море. Мы его тоже отмечать не будем, а будем считать его частью Баренцево море. Баренцево море омывает берега России и Норвегии. С 1970 года велись споры между Норвегией и Россией по поводу принадлежности приграничной акватории и права на добычу полезных ископаемых и рыбный промысел в Баренцевом море. Норвегия настаивала на методе разграничения шельфа по срединной линии. Россия настаивала на границе вдоль полярного сектора. В 2010 году страны пришли к компромиссу и разделили территорию примерно пополам. В данном решении больше выиграла Норвегия, ведь к ней отошли территории, богатые углеводородами, которые после улаживания споров они планируют активно добывать. Что не скажешь про Россию. В Баренцево море в настоящее время выявлено пять крупных неразработанных месторождений газа. Мурманское, Северокильдинское, Ледовое, Лудловское месторождение. Штокмановское газоконденсатное месторождение является уникальным по своим запасам, но условия добычи газа здесь затруднены природными условиями и удаленностью от материка. Пока недры на Штокмане тоже не освоены. Стоит выделить приразломное, шельфовое месторождение нефти в Печорском море. Где на данный момент активно добываются углеводороды и с каждым годом Россия наращивает добычу на этом месторождении. В Баренцевом море активно ведется промысел. Помимо того, что водится в Белом море, здесь обитает пикша, зубатка палтус. Также в Баренцевом море прижились и очень хорошо расплодились тихоокеанские гости, которых Россия активно завозила с советских времен. Это горбуша и камчатский краб. Норвегия крайне негативно относится к таким гостям. Особенно к горбуша. Русский лосось, так они его называют, вытесняет коренную семгу с ее привычных мест обитания и подрывает ее популяцию. Камчатских крабов норвежцы сначала тоже нещадно вылавливали, но со временем начали поддерживать их популяцию, так как спрос на этих ракообразных на рынке очень высок. Баренцево море было названо в честь голландского мореплавателя Вилема Баренца. Голландия пыталась найти морской путь к Индии по северу. Баренц был руководителем трех арктических экспедиций и первооткрывателем полярного севера для Европы. В 1596 году в третьей и последней экспедиции Баренца, обогнув новую землю, первооткрыватели достигли Карского моря. Опасаясь гибели среди льдов, экспедиция высадилась на берег и устроила зимовку на новой земле около ледяной гавани. Там Баренц заболел и погиб от цинги. Мало кто выжил в этой экспедиции. Дома они давно считались погибшими. Суровость климата в Карском море отбила навсегда желание Европы искать путь в Индию по северу. Итак, переходим к морям, где нет никаких теплых течений. Только холод, только хардкор. Карское море – это море полярных широт. Оно располагается между островами Новая Земля, земля Франца Иосифа и Северная Земля. Карское море сообщается с Баренцевым морем с помощью пролива Карские ворота, а с морем Лаптевых в основном проливом Велькицкого. Площадь моря составляет более 890 тысяч квадратных километров. На полуострове Таймыр расположена самая северная точка Евразии – мыс Челюскин. На долю Карского моря приходится около 55% стоковых пресных вод морей Северно-Ледовитого океана в Евразии. Каждый год бассейн Карского моря пополняется на 1350 кубических километров пресными водами, которые несут в акваторию в основном реки Опи и Нисей. Две крупнейшие реки России. Несмотря на это, Карское море является одним из самых соленых морей Северного Ледовитого океана. Климат здесь очень суровый. В давние времена плавание по Карскому морю равнялось смертельному подвигу, не зря его называли ледяным погребом. Средняя температура воздуха самого жаркого месяца в году июля – приблизительно 2 градуса тепла по Цельсию. Один из известнейших островов Карского моря – остров Вайгач. Вайгач в переводе с ненецкого означает «земля смерти». Остров представляет собой особенное место, где хранятся тайны кровавых обрядов и языческих культов древних народов, в давние времена населявших эти земли. У Карского моря есть серьезные экологические проблемы. К ним можно отнести. Загрязнение нефтепродуктами преимущественно от плавающих судов. Загрязнение тяжелыми металлами, которые приносят сточные воды Аби и Нисея. Радиоактивное загрязнение. Последнее одно из самых опасных. Недаром Карское море называют радиоактивным могильником. В 60-е годы в районе Новой земли произошло более 130 ядерных взрывов, включая взрыв царь-бомбы, сброшенный в район мыса Сухой Нос. В период Холодной войны Карское море стало свалкой для радиоактивных отходов, многие из которых до сих пор покоятся на дне моря и представляют большую угрозу. В акватории Карского моря открыты месторождения с большими запасами нефти и газа. Но пока добыча там не ведется по многим причинам. Одна из главных – это нерентабельность. С учетом дорогой транспортировки, суровых климатических условий, западных санкций и низких цен на нефть все проекты в Карском море заморожены. Также одна из проблем добычи нефти в Карском море – экологическая. Бассейн разработок находится в непосредственной близости от охраняемых природных объектов, таких как Национальный парк «Русская Арктика». Этот парк можно назвать родильным домом белых медведей. Помимо хозяина севера, в акватории Карского моря водится его добыча – нерпа, морской заяц. Также летом сюда заплывает белуха. Промысел Карского моря скудный по сравнению с Баренцевым морем, но больше чем в море Лаптевых и ведется в основном в устьях рек и заливах моря. Основные промысловые рыбы Карского моря. Омуль, Корюшка, Навага, Нельма. Своё современное название море получило в честь реки Кара, которая впадает в Байдорадскую губу. До этого в России море называли не Арзомским, а на западе Тартарским. К востоку от Карского моря простирается следующее не менее суровое море Арктики – море Лаптевых. Его с полным правом можно считать самым далеким и труднодоступным из арктических морей, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана. Море Лаптевых простирается от островов Северной земли на западе до Новосибирских островов на востоке. Крайняя северная точка – остров Комсомолец. Южная граница моря проходит по материковому берегу от вершины Хатангского залива до мыса Святой Нос. Площадь моря Лаптевых составляет 672 тысячи квадратных километров. Море характеризуется низкой температурой воды. Морозные зимы Арктики вызывают значительное образование морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Море Лаптевых можно назвать фабрикой по производству арктического морского льда. Здесь вырабатывается больше льда, чем во всех северных морях вместе взятых. В 2020 году, к началу ноября море впервые за всю историю наблюдений не покрылось льдом полностью. Этот тревожный факт обеспокоил всех экологов мира. Лед Северного ледовитого океана защищает от попадания в атмосферу из недр Северных морей метана, который еще больше ускоряет процесс глобального потепления на Земле. Экологи зафиксировали, что объем выброса метана на шельфах северных морей России, сопоставимы с количеством метана, выделяемого водами всего остального мирового океана. Флора и фауна моря Лаптевых немногочисленна в связи с суровым климатом. Беднее только фауна Восточно-Сибирского моря. Основу промысла, как и в большинстве морей Северного ледовитого океана, составляют сиговые рыбы. Омуль, ряпушка, муксун. Самые большие реки, впадающие в море Лаптевых, это Лена, Яна, Оленек, Хаттанга. Лена – крупнейшая река, впадающая в море Лаптевых. Дельта Лены – одна из самых больших в мире. Ее площадь составляет 45 тысяч квадратных километров. Устье ее настолько велико, что разветвляется на рукава в 150 километрах от моря. Берега моря Лаптевых почти не заселены людьми. В округе много поселков и деревень, но их численность не превышает пары сотен человек. Самым большим населенным пунктом здесь является порт Тикси, с населением чуть более пяти тысяч человек. Море Лаптевых назвали в честь мореплавателей, двоюродных братьев, Харитона и Дмитрия Лаптевых, которые внесли большой вклад в освоение этих территорий. Движемся дальше на восток. Людей все меньше, условия все хуже. Восточно-Сибирское море. Это море – одно из самых мелководных морей, наряду с морем Лаптевых и наиболее суровых по ледовому режиму. Восточно-Сибирское море – самое ледовитое из морей Российской Арктики. Приблизительно с октября по июня оно полностью покрыто льдом. Это окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено между Новосибирскими островами и островом Врангеле. Проливами море соединяется с Чукотским морем и морем Лаптевых. Площадь поверхности Восточно-Сибирского моря составляет 944 600 квадратных километров, а средняя глубина его составляет 66 метров. Данный водоем наименее изучен по сравнению с другими северными морями. Для этих мест характерен холодный климат с бедной флорой и фауной и низкой соленостью морской воды. Остров Врангеле является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории острова расположено самое крупное в России лежбище морже и располагаются родильные берлоги белых медведей. Более 44 видов птиц гнездятся на этом острове. В течение всего года в прибрежной акватории обитают кольчатая нерпа и лахтак. В Восточно-Сибирское море впадают мало рек. Основные из них это Колыма, Индигирка, Алазея. Колыма – крупнейшая река на северо-востоке Сибири, в Магаданской области и Якутии. Несколько десятков тысяч лет назад на побережье Восточно-Сибирского моря на месте тундры с ее скудной растительностью лежал другой ландшафт – тундростепи или мамонтовые степи. Они были значительно продуктивнее сегодняшних. Здесь располагались обширные луга, на которых обитало огромное число зверей, в том числе и мамонтов. Останки мамонтов периодически находят в этих окрестностях. Прибрежная зона характеризуется как район со слабой хозяйственной деятельностью. Рыбный промысел имеет местное значение. В основном здесь встречаются сик, голец, морской окунь, терпук. Труднодоступное Восточно-Сибирское море используется главным образом в транспортном отношении, как часть Северного морского пути, по которому проходят транзитные перевозки. Частью Северного морского пути и основным портом в Восточно-Сибирском море является Певек, с населением около пяти тысяч человек. Это самый северный город в России. Идем дальше на восток, и вот уже на другом краю света, нас ожидает море, омывающее берега не только России, также здесь соединяются два океана и, наконец, прослеживаются теплое течение. Чукотское море. Оно разделяет два полуострова, Чукотку и Аляску, и является пограничным морем между двумя государствами, Российской Федерацией и США. На западе проливом Лонга соединяется с Восточно-Сибирским морем, на востоке в районе мыса Бару соединяется с морем Бафорта, на юге Берингов пролив соединяет его с Беринговым морем Тихого океана. Площадь Чукотского моря 595 тысяч квадратных километров. Через акваторию моря проходит линия перемены дат. Почти весь год море покрыто льдами. Холодное течение из Восточно-Сибирского моря приносит с собой много льда к побережью Чукотки. В свою очередь теплое Аляскинское течение приводит к очищению южной части моря ото льда на два месяца в теплый период года. По оценкам экспертов, шельф Чукотского моря содержит до 30 миллиардов баррелей нефти. Но в ближайшее время ее добыча по крайней мере в России не планируется. При таких экстремальных условиях добычи, велика вероятность разлива нефти, а ее залежи находятся недалеко от заповедника на острове Врангеле. Если это произойдет, без того хрупкая экосистема Арктики может необратимо нарушиться. Фауна Чукотского моря немногочисленна. На льдинах здесь обитают белые медведи. Также в водах моря можно встретить серых китов, моржей и тюленей. Из рыб встречаются хариус, полярная треска, дальневосточная навага и арктический голец. У мыса Дежнева, крайней точки Евразии, сближающиеся берега материков образуют воронку. Переходящую в южной части в так называемое горло, это и есть Берингов пролив, проход из Чукотского в Берингово море. Здесь соединяются два океана, Северный Ледовитый и Тихий. Итак, мы разобрали моря, принадлежащие бассейну Северного Ледовитого океана, омывающие Россию. В следующем видео нас ждут моря Тихого океана, глубинные, большие и с богатым животным миром. Если видео было полезно и вы хотите видеть на канале больше подобного, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас есть дополнения или вопросы, пишите в комментариях.